Безумно понравился городок. Очень такой самобытный, приятный, ухоженный. И, в общем, этим так подкупает. Такой он уютный. Уютный, да, и хочется вернуться. Но о том, что здесь проходят фестивали, да, вот этой знаменитой вишни, мы слышали уже несколько раз. И поэтому в этом году решили посетить этот фестиваль. Я знаю, что здесь было очень много событий, которые мы пропустили, вот. Но вот сейчас увидели конкурс молодых исполнителей, и это нас продлило, наверное, очень сильно. Потому что возрастной ценз — это от мала до велика, да, и настолько люди этим увлечённые. И профессионально так это делают, поэтому это, конечно, здорово. Это для маленького города достаточно большой праздник, как мы воспринимаем. Ну, нам хотелось, и мы купили кое-какие изделия, наверное, местных мастеров, надеемся. По крайней мере, нам так сказали, что они белорусские. Из керамики, из соломки. Фестиваль в этом году, ну, я бы сказала, очень хороший. Мне понравилось, всё красиво, погода всегда радует, как и в этом году, так и раньше. Молодцы люди сами. Мы с ребёнком здесь рядом живём, ходим каждый вечер и концерты смотрим. Выступления все очень красивые, очень интересные, нам очень нравятся. Ребёнок вообще в восторге, хоть ему только пять месяцев, но с удовольствием. В прошлом году как-то, не знаю, мне кажется, меньше было вот этих вот выставок народных ремёзд. Мне сейчас, как бы, гораздо больше всего понравилось. Притом именно народное, у неё просто такой как-то ширпотреб. А музыка, ну, сами понимаете, районный масштаб, всё-таки, ну, как есть, в общем. Погулять интересно, ну, не знаю, наверное, такое местечковое всё-таки мероприятие. Хорошо, что есть, но хотелось бы, чтобы как-то творчески подходили, там, в той же музыкальной программе. А то как-то сами понимаете, что это всё звучит. Ну, как-то так. Каждый раз будет интересно, что новое, очень красивое праздник. А что такое больше всего? Что делать? Люди. Праздничные, добрые. Позитивные, да, весёлые все, оптимистичные. Очень хорошо, позитивные. Разродиться до следующего праздника, до следующего года. У нас такая программа. Интересно, да. Люди талантливые. Я только что с работы, если честно. Я работаю в кафе и запомнилась весёлыми гостями в этом году, как никогда. Были весёлые, доброжелательные гости у нас. Кафе ваш. Да. По чём вы это определили? Они приходили все в хорошем настроении, всегда уходили с хорошими отзывами в целом о нашем городе. Поэтому... Приятно было. Приятно было. Как никогда в этом году были. Ну, а сами на праздник пойдёте? Вот я только пришла. Хочу прогуляться, да. Я не первый раз на этом фестивале. Видите, этот год меня уразил наибольшим тем, что фестиваль не затухая, а он начинает набирать большую моц. И самое приемное, что моц не столько у шир, а у глубиню. Приемное то, что приезжают уже делегации из других краин, и они приезжают, а чувствуют, что у нас есть повесть. Повесть не только чисто вот такая по территории, а и повесть духовная. И духовная начинает так вот нас связывать у один их быцем великий диван под названием «Житё». И то, что в этом году были представители из Латвии, на улице Израиля, из Грузии, это просто выдатно, это настолько цикаво. Мы уже начинаем в неудобном сенсе пускать корани на далекое замежье. Таким чином мы створаем такую суполку под названием «Житё». И в этом году отрывалось отсюда, что мы побачили мероприемство, которое, нежели сказать, что это штучно придуманное, мероприемство, которое уже сам человек начинает себе выштурховывать. Это вот те рецепты, которые один на дому начинает передавать. Я, например, в этом году бачу, как собрались люди и начинают рассказывать, что я вот роблю такую наливку, я пеку такие пирог, а я вот ладжу такое мероприемство, где варенье, наливки, настойки, пироги, роблю с вишней. И одновременно переписывают это и все звездки, и думают, что это действительно народный фестиваль. Так что я, как человек этой земли, зычу так, чтобы он ни в никаком случае не затух, а чтобы больше-больше набирал таких мощностей, и чтобы он для каждого человека был очень ожиданным. По успеху, от чистого сердца.